Ко мне приехали мои друзья-ополченцы. Я говорю, ребята, привезите мне что-нибудь такое. Материала вообще не было. Они мне привезли гильзы, палёное оружие, автоматы, пулемёты, всё что угодно. И я тогда увидел гильзу 30-го. Боёна была раскорёженная вся. И я только тогда увидел, если поставить туда мою розу, Донбасс в огне, и роза светёт, тянется к миру, к лучу солнца. Свои работы известный донецкий кузнец Виктор Михалёв создаёт мастерской, которую построил во дворе дома. Инструмента у меня фактически нету. Вот у меня молоток, ножницы, зубила. Плосководцы больше нет ничего. Вот она гильза. Я её полю, потом деру, и вот она. Я её рулую. В 2015 году Виктору предложили изготовить памятник погибшим детям Донбасса. Я говорю, я вижу, как сделать арку. Арка усыпана гильзами разорванными, розы входящие туда вверх. Виктор попросил бойцов привезти ему большую латунную гильзу, чтобы сделать из неё колокол. Каждый человек может подойти, ударить, и там идёт звон. Голуби сидят там, это их души. И вот этот звон, который окутан возле этой арки. Когда она потихонечку начала вырисовываться, люди приходили, я видел, как у них бежала дрожь, плакали. Сейчас Виктор Петрович готовит особый памятник горловской Мадонне. Кристина Жук погибла вместе со своей дочерью в 2014 году во время первого обстрела города. Кири тогда ещё не было и года. Она идёт, ветер такой раздувает, они все идут радостные. Но, к сожалению, мина попадает возле ног, разрываются осколки, разлетаются полностью. Дочка, она с перепугу хватает за мамину шею, мама закрывая её своей рукою. Да, трагичны эти работы, но это с одной стороны. А с другой стороны, если мы не будем показывать, то, может быть, завтра она заботится. У нас в студии Виктор Михалёв, создатель памятника погибшим детям. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы отреагировали на предложение создать арку для Аллея? Когда меня пригласили в администрацию города Донецка, когда ещё первый возглавил Игорь Мартынов, он меня вызвал и говорит, Виктор, давайте сделаем не Аллею Ангелов, но сделаем что-то связанное с Ангелом. Я говорю, давайте лучше мы сделаем арка, которая будет где-то метра два, но с нашим звоном православным. И суть была в чём, я ему объясняю, что арка, чтобы человек, который подходящий к этой арке, он мог пройти сквозь нынешнее и пройти в будущее. И рукой левой или правой, как он будет обходить, ударяя, там нету, там только язычок один, только ладошкой надо ударить, и только идёт звон. А голуби я увидел, они там, как понимаете, как взрыв ударил, они испуганно улетели, но хоть их пугает, но они всё равно вертаются на эту арку. Ну, такая была, мы одобрили, и мы её сделали. Трудно шла работа над этим? Нет. Делалась она в огороде. Я вкапывал, материала не было, мне помогала теплосеть. По всем вопросам приезжали ополченцы, которые просил, тоже эту притащили корабельную гильзу, она длиннючая метра полтора была. Мне ещё тронуло тогда, когда мне показали люди, собиравшие три гривны, одну, пять рублей, десять рублей. Я как увидел это, вот я вот сейчас вам рассказываю, у меня бежит дрожь. Дрожь то, что людям не безразлично то, что случилось вот в это время, 14-го, это беда страшенная. А у вас не было мысли уехать, не страшно было? Нет. Даже семья вся, когда уже было, вот подходили бандеры, были вот уже три километра отсюда, мои дети, жена посидели, поплакали, и мы остались. У вас так много наград, что это? За что вы получили? Скажите, пожалуйста. Третью степень я получил в 16-м году. Игорь Мартынов мне, первый наш глава Донецка, вручил меня за вот эту работу. Третья степень чего? Третья степень – почетный знак города Донецк. Вторую и первую я уже получил от Игоря Алексея Валерьевича Кулемзина, нашего нынешнего. Это Денис Владимирович, заслуженный мастер народного творчества. Ну и скажу вот это. Это я получил в Союз Кузнецов России «Золотая подкова». Да, действительно, она «Золотая». И Министерство обороны Сергей Шаево за увековечивание памяти погибшим воинов Отечества. А вот вы недавно получили эту награду? Да, буквально две недели назад я здесь был 9-го числа, на день Героя Отечества. Мы вас поздравляем. Поздравляем, да. Министерство обороны, я передавал там свою выставку. А вот про розу, про розу расскажите, почему именно роза стала символом Донбасса? У нас так красиво цветет. До войны у нас миллион у вас был. А где площадь Ленина, университетская Артема? У нас все в розах. Вы не представляете, как красиво.